Родители учеников в эти дни не только собирают их в школу, но и задумываются о том, как организовать досуг ребенка после школы. И если с учебным заведением все понятно, то дополнительное образование хотелось бы организовать с максимальной пользой для ребенка и желательно бесплатно. Сегодня в Череповце начали принимать заявки на получение сертификатов на дополнительное образование. С их помощью дети от 5 до 18 лет смогут посещать различные кружки и мастер-классы. Выбор направлений ограничен, но выбрать занятие по душе можно. Эксперимент вызвал немало вопросов у родителей. У меня, как у родителя, чьи дети школьного возраста попадают под программу выдачи сертификатов на дополнительное образование, возникает несколько вопросов. Сможем ли мы по этому сертификату заниматься бесплатно в нескольких кружках или только в одном? Сертификат номиналом 860 рублей должен быть потратен в течение всего этого года учебного и на сколько занятий может хватить этих денег? Нужно ли будет доплачивать за это самостоятельно? На вопросы родителей готовы отвечать в администрации фонда содействия. С 9 утра здесь ажиотаж. Сотрудники принимают звонки и письма от тех, кто уже узнал о старте эксперимента. Документы мы принимаем на почту. Что нужно подать, да, какие документы? Это заполненное заявление от законного представителя либо родителя, ребенка. Это свидетельство о рождении, копии свидетельства о рождении или копия паспорта. Это паспорт законного представителя. Это свидетельство о регистрации по месту жительства. Сертификаты дополнительного образования будут выдаваться с 25 августа по 1 сентября. Одной семье может достаться несколько, но на каждого ребенка только один, при этом без ограничений по здоровью. Всего будет выдано 4550 сертификатов номиналом 860 рублей. Если этой суммы будет недостаточно для оплаты, родителям придется доплачивать. Может в систему персонифицированного финансирования войти гораздо больше учреждений дополнительного образования. Для этого они должны иметь в первую очередь лицензию, подать заявку на включение в систему персонифицированного финансирования региональному оператору, а также на сертификацию программ. На сегодня таких учреждений у нас включено 6, но их, возможно, к 1 сентября будет больше. Планируется на уровне Российской Федерации включать как можно больше учреждений в систему персонифицированного финансирования. Какие-то учреждения перейдут на работу с сертификатами. А пока дети могут начинать думать о том, куда они потратят свои сертификаты. В программе участвует Дворец детского творчества имени Алексеевой, Технопарк «Кванториум», Школа современного творчества «Мастер-класс». К сожалению, сертификацию прошли не все направления и секции. Узнать, какие именно, можно на сайтах школ участников. И главное, распорядиться сертификатом можно лишь в этом году. Дарина Коваленко, Виталий Присмотров, Новости.